Обитель веры и духовного воспитания подрастающего поколения Медресе-интернат Карачаева-Черкесии на днях отметил свой 10-летний юбилей со дня своего основания. В торжественном мероприятии приняли участие представители правительства республики, мусульманских духовных управлений регионов Северного Кавказа, о деятельности духовного образовательного учреждения Алихан Лепшоков. Несколько дней в рамках празднования десятилетия Медресе-интернат Карачаева-Черкесии проходил научно-образовательный форум «Наука образования и воспитания как важный элемент укрепления межкультурного и межрелигиозного диалога». В торжественной части мероприятия для всех собравшихся был продемонстрирован ролик о становлении и деятельности духовно-образовательного учреждения. От имени главы республики Рашида Темрезова поздравил с юбилеем первый заместитель председателя правительства Карачаева-Черкесии Хазарчик Куев. Примите искренние и теплые поздравления по случаю десятилетия со дня образования Медресе-Карачаева-Черкесии. За время работы в Медресе грамотных коллективах учебного заведения во главе с директором Мухаммад Хаджи Ихкеновым на высоком уровне справляется с ключевой задачей образования – воспитать цельную личность с праведными жизненными ориентирами, принципами добра и справедливости, на которых держится ислам. В свою очередь поздравил директор республиканского Медресе Мухаммад Хаджи Иркенова, председатель координационного центра «Мусульман Северного Кавказа» Муфти Карачаева-Черкесии Смейл Хаджи Бердиев. Он отметил его заслуги в становлении и развитии духовно-образовательного учреждения и наградил орденом за заслуги перед уммой второй степени. За 10 лет деятельности Медресе стал не только местом религиозного просветительства, но и стартовой площадкой для будущих имамов и духовных наставников. «Когда человек старается, что-то получается. Когда сидишь, плачешь, что ничего нету, ничего не получается и ничего не бывает. И вот то, что все это сделано, денег не было. Он брал в долг вот эти вот хозяйственные магазины, которые тут, они все пугались его, когда он приходил. Он говорит, запишите, давайте. Отдавали, спасибо им тоже. Находил, отдавал, сделал все это. И вот оглянуться не успели, уже 10 лет прошло». В стенах Медресе-интернат Карачаева-Черкесии готовят хафизов, хранителей священного Корана. Медресе воспитывает и прививает вечные духовные ценности ислама подрастающему поколению и сегодня является образцовым духовно-образовательным учреждением в России, отмечали присутствующие на торжественном мероприятии. «Десять лет для учебного заведения – это очень большое время. Примерно, если брать по масштабам светского образования, это у вас четыре выпуска магистрантов и три выпуска бакалавриата. Даже два выпуска бакалавриата с половиной. Действительно, то количество выпускников, которые вы сегодня озвучили, это большое количество молодых людей, которые несут те традиции правильного ислама, которые необходимы для нашей страны, необходимы для Северного Кавказа». Медресе-интернат Карачаева-Черкесии был основан в 2011 году. Духовно-образовательное учреждение рассчитано на 60 человек. Здесь получают религиозное образование молодые ребята не только из нашего региона, но и из других республик Северного Кавказа. «Основная деятельность медресе направлена на подготовку имам-хатыбов. Служители религиозного культа, исламского вероисповедания и хапизов, то есть знающих весь хронический текст наизусть. Также преподаватели медресе проводят обучение с выездом на дом, на место работы и в режиме онлайн. Таких обучающихся у нас около 40 человек. Даже есть, которые учатся всей семьей. Хвала Аллаху, многие из выпускников сегодня уже являются квалифицированными служителями традиционного ислама в самых разных уголках России». За 10 лет из тем медресе прошли обучение около 1500 молодых ребят, получив прекрасное религиозное образование. И сегодня медресе-интернат Карачаева-Черкесии является обителю духовности и религиозного просвещения. Али Халипшоков, Зумрат Халкечев, Расул Бердиев, Вести Карачаева-Черкесия, Малокарачаевский район.